Я живу в Бараскестане, да мне некогда скучать. Тепло, солнечно, ясно. Сотни барнаульцев пришли сегодня в парк и наслаждались концертом, который подготовили известные вокальные и хореографические коллективы города. Люди с удовольствием делились с нами своими эмоциями. Именно на таких мероприятиях люди сплочаются, и становятся как-то... Какие-то неприятности, житейские проблемы уходят на второй план, а становятся именно гордость за то, что все-таки мы живем в России, и что это великая страна, которая соединяет многие народности. Многонациональный советский народ и победил тогда, в 45-м. У гостей сегодняшнего праздника была возможность сфотографироваться почти с настоящим солдатом у стенда, посвященного Великой Отечественной. Фотозону организовали партнеры праздника компании Ростелеком. Особенно были довольны ребятишки, они с удовольствием примеряли головные уборы, которые носили их прадеды. Мы объясняем и рассказываем детям о подвиге наших дедушек и бабушек, об этом великом подвиге. Конечно, мы воспитываем детей на этом, чтобы они ценили и понимали, и берегли все то, что сделали для нас наши дедушки и бабушки. Гости праздника участвовали и в конкурсах. Какое имя было у радистки Кэт? Что за животное брали на службу связисты? Те, кто быстрее всех правильно отвечал на вопросы, получили заслуженные подарки от Ростелекома. К слову, отличное настроение сегодня было у всех, кто пришел в лесную сказку. Люди в полной мере насладились общением, ведь за период пандемии по таким душевным мероприятиям они успели соскучиться. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.